Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. 1 августа 2018 года. Вышел в свет второе издание ежемесячной официальной газеты Республики Западной Армении. Новая книга по отзывам о действии против армян с 1894 по 1923 годы. Немрут стал для туристов центром внимания. В сентябре состоится встреча в Женеве с целью создания Конституционного комитета ООН. Сирийские войска освободили провинцию Дараа от террористов. Фестиваль культуры и природы Кюри Джика в Малатии прошел с большим энтузиазмом. Завен Герамян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении, парламент, состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. 1 августа 2018 года вышло в свет второе издание ежемесячной официальной газеты Республики Западной Армении. Газета должна публиковаться каждый месяц на западноармянском языке. В скором времени также выйдут в свет версии на турецком и английском. Для обратной связи можете написать по следующему адресу. Впервые и благодаря новой книге были введены в научный оборот архивы и документы из национальных и городских архивов Швейцарии. Демонстрации протеста по всей Швейцарии, самая обширная история страны, почти полмиллиона подписей, миллионы швейцарских франков, отправленные армянам Себастье и десятки благотворителей, дошедшие до Западной Армении. Армянский вопрос был включен в повестку Дня Швейцарии до и после 1915 года. Доктор Фрибургского университета Абел Манукян нашел эксклюзивный контекст в дневниках, письмах, свидетельствах миссионеров, которые спасали армян на протяжении десятков лет в Западной Армении, руководствуясь фактами османской жестокости и трагедии армян. Профессор Терриан, который отредактировал эту книгу, высоко ценит авторский подход. Это учебник для незнакомцев и до разговора о геноциде армян история Армении была представлена в полном объеме. Чрезвычайно важно показать нынешнему поколению Швейцарии труд своих предков. Книга была опубликована на немецком языке и переведена на английский. На французском языке она будет выпущена осенью. Гора Немрут, находящаяся на территории Западной Армении, продолжает удивлять туристов со всего мира. В 1987 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО был включен исторический памятник Немрут. Он привлекает всех своими уникальными в своем роде мифологическими статуями. Начальник регионального отдела Министерства культуры и туризма Турции Мустафа Экичи отметил, что в течение первых семи месяцев на Немрут успели подняться 45 тысяч туристов, но собираются достичь количества равного в 100 тысяч человек. Отметим, что курган-светилища горы Немрут был обнаружен в XIX веке, который был построен королем Антиоха Ермандуни Камагенского царства. В центре памятника находится Арамаст. Есть также статуи Анаит, Михра, Вагна и других божеств. Штефан де Мистура планирует встретиться с Россией, Ираном и Турцией, чтобы создать новый Конституционный комитет для Сирии. Вчера в Совете безопасности ООН состоялась неформальная консультация в Сочи с представителями Ирана, России и Турции, сообщает ООН. Эти консультации были посвящены созданию Конституционного комитета, состоящего из представителей правительства Дамаска и сирийской оппозиции. Конституция была сосредоточена на дальнейшем осуществлении окончательной Сочинской декларации и создании Сирийского конституционного комитета во главе с сирийцами, которые поддержаны ООН в соответствии с резолюцией 2254-2015 года. Совета безопасности частью Женевского процесса, сказал пресс-секретарь ООН Реал Лебланк. Напомним, что эта работа вошла в оборот благодаря президенту Арманаку Абрамяну 19 октября 2017 года на встрече с президентом платформы Астаны Рандой Касси. Сирийские правительственные войска полностью освободили юго-западную провинцию Дараа от террористов. Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации Башар Аль-Джафари в ходе переговоров в Сочи. Прежде всего мы говорим о большой победе, освобождении провинции Дараа и его окрестностей, а также освобождении голландского округа до тех границ, которые существовали ранее, отметил он. Напомним, что ранее сирийские правительственные войска восстановили контроль над поселением Шаджра, который является одним из последних основных направлений террористической организации исламского государства в провинции Дараа. В городе Кюриджик, провинции Малатия, прошел ежегодный фестиваль культура и природа Кюриджика. В фестивале приняли участие многие депутаты. Ибрагим Палат, президент Ассоциации единства и культуры жителей Кюриджика, поблагодарил участников и спонсоров фестиваля. Депутаты Народной демократической партии Кемаль Перкос и Кемал Бульбул, ссылаясь на последние события, в частности обратили внимание на репрессии против оливитов и политику ассимиляции. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию народное исполнение песни «Еску рементные членовики». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!